Свет, а вот почему люди, сколько народу было, жили себе, жили там при большевиках? И вдруг массово, вдруг сорвались. Ну, я понимаю, что ты за других людей не можешь сказать, ну вот мы чего сорвались? Ну, смотри, чего ты сорвался, потому что я тебя сорвала. Да, я понимаю, а ты чего сорвалась? А я, ты знаешь как, мне всегда хотелось, вот, дело в том, что какая-то, у меня все время было ощущение, вот я жила там, у меня было ощущение, что есть энергия, да, мы не самые глупые люди. Мы чего-то пытаемся добиваться, и вот стоит стена бетонная, да, и мы своей головой бьемся в эту бетонную стену, пытаясь ее сломать. Да, то есть на самом деле я просто чувствовала чудовищные преграды, которые стояли на пути и требуют колоссальные усилия по преодолению этих барьеров. Ну, понимаете, ну вот ты кандидат наук, правильно, ты поступила в аспирантуру, ты закончила институт, ты поступила в аспирантуру, защитила диссертацию. Остается только догадываться, чего бы я могла добиться здесь Миша, если бы ты бетонной стены не была. Понимаешь, по молодости лет, когда сил было много. Ну, смотри, вот ты поступила в институт, но если бы ты не уехала в Москву из Киева, ты в Киеве могла поступить на дневное дневное? Конечно, у нас все из класса уехали, вообще все евреи уехали. Одна девочка на вечернюю поступила и все. То есть для этого надо было уехать в другой город. И было ощущение унижения. Вот ты живешь? Ты знаешь что, я тебе так скажу, вот я тебе приведу пример, который всем будет понятен. Если ребенок живет в семье, его с детства колотят и говорят, ты идиот, ты болван, из тебя ничего не получится, а он растет и как-то развивается. И он считает, что это норма, что такое обращение это норма. Только когда в жизни у него есть возможность сравнить с чем-то еще, тогда он говорит, вау, это что со мной делали, меня вообще гнобили и скручивали. Точно так же мы жили в реальности, в которой жили. И эта реальность существовала и имела место быть. Когда моя сестра закончилась отличием техникум и собралась поступать в институт, ей взяли репетитора из Киевского университета. И он сказал открытым текстом, он говорит, ей тут делать нечего, и даже пусть она не пытается сюда поступать. Нет, там формулировка была другая, он даже сказал, даже по той стороне улицы, где университет нам лучше не ходить. Да, и это была часть нашей жизни. То есть мы знали, что это имеет место быть, сегодня можно сколько угодно рвать на себе волосы, говорить, что мы все это придумали. Но это была часть нашей жизни, она была естественная, она была обычная. И сказать, что, допустим, мы как-то это сильно переживали, нет, мы просто жили этой жизнью в рамках тех условий, которые нас поставили. Поэтому вопрос о том, что я заканчиваю школу и уезжаю из Киева, этот вопрос не обсуждался вообще. Это было само собой естественно. Потому что в Киеве на дневное отделение евреям просто так поступить было невозможно. Собственная сестра твоя уже уехала? Ну да, да, но поступали только те, у кого были взятки, у кого были знакомые, познакомства, а так на дневное отделение в Киеве поступить было вообще никуда нельзя. А в Москве было, там можно на пальцах одной руки пересчитать количество этих институтов, куда евреев брали. И мы как-то уже, вообще еврейская тема, это отдельная тема. Можете себе представить, мы живем уже 28 лет в Америке, я только сейчас начинаю потихонечку на эту тему говорить, потому что до этого не могла, аж комок в горле был. Особая тема, понимаете, когда встречаются люди, которые не принадлежат к этому кругу, ты с ними не можешь эти вещи обсуждать. Это было как бы некоторое подслойное такое общение, когда достаточно было сказать, он мне будет еще рассказывать, да? То есть люди понимали друг друга с полуслова, о чем идет речь. И на самом деле, когда ты встречал нового человека, незнакомого человека, значит, это как два самолета летят, военных, да? И у них там первое, свой и чужой, да? Он должен определить, это дружественный или враждебный. Да, причем это же все определялось даже не внешностью, а тем, что у тебя написано в документах, в паспорте, поэтому шло прощупывание, да? И вот когда человек на контрольные вопросы определенным образом отвечал, становилось понятно, это свой, с ним совершенно другой разговор. То есть есть темы, которые с ним можно обсуждать, которые нельзя обсуждать с другими. Да, поэтому вопрос о том, что нужно было выезжать из Киева, этот вопрос не обсуждался. Мы жили в этих рамках, которые были загнаны, и это было естественно. Света, но вот ты уже в Москве, слушай, у тебя квартира собственная, да, кооперативная. Ну там родители платят, у нас столько денег нет, ну неважно. Вот у тебя квартира, ты кандидат наук, я там уже какой-то предприниматель, у нас кооператив, я хорошо зарабатываю. Собственно, ты можешь уже и не работать, и ты особо и не работала после аспирантуры. Ты понимаешь, какая штука? Дело в том, что я, наверное, кармонии еще скажу, но ученой степени у меня была, места работы у меня не было. То есть куда это дело можно было бы предложить, было совершенно непонятно. Кроме того, 90-й год был довольно-таки страшный год, сам по себе, экономически был страшный. Что там произошло, я не знаю на экономическом уровне, да, я была очень далека всегда от политики, да. Но произошло так, что почему-то перестали гореть все фонари на улице, то есть фонари горели там два на третий. Было очень темно, продуктов в магазинах не было, и было очень страшно. Было вот ощущение, с одной стороны, раскручивающейся пружины, да, когда Горбачев перестроил, как было понятно, что это его пружина, долбанет его так, чтобы, мол, не покажется. А с другой стороны, вот просто физически, да, литература начала появляться, да, вот закрытая литература, Солженицын, Архипелла, ГУЛАГа, начинаешь соображать, что, ребята, история повторяется. То есть открылась что-то. Да, оно все повторяется. Оно не повторяется один в один, оно повторяется на каком-то другом витке, но не дай бог оно повторится, и мы это все испытаем. Нет, надо болеть, не говоря уже о том, что страшно было просто физически, но вовремя физического тела было страшно, когда ты приходишь в детский мир, который всегда был полон игрушек, очереди, жизни какой-то, и стоят забитые досками стены, и свет не горит, и все стеллажи сдвинуты в угол, и вообще ощущение такое, что война прошла, понимаете, это же вещи, которые эмоционально очень сильно задевают, ты думаешь, боже, мы слышим. Слушай, а крысы, которые по улице Горького валяются вот такого размера крысы, где такое было видано, у нас в доме завелись мыши, вообще очень интересно, но вот езды, это не только у нас произошло, мы жили в этом доме лет 7, наверное, да? Да. А наши друзья, которые тоже собрались уезжать, они сказали, что когда они стали вот собирать вещи, у них вдруг появились мышки, и у нас вдруг появились мышки, причем, очевидно, эти мышки, они, знаете, на уровне ультра, там, чего-то энергетически чуть-чуть. Но они наверняка жили не в нашей квартире, они в доме с человеком живут. Они вообще в номерцах жили, эти люди, у которых мышки завелись, но вдруг у нас завелись мышки, причем, я не знаю, это было вот именно связано с отъездом, понимаете? То есть общее ощущение было такое, что ты бежишь, за тобой горит мост, и надо успеть перебежать. Расскажи, как мы курицу покупали, это хорошая история. Да, курица, значит, мы уже, в общем-то, зарабатывали нормальные деньги, но цены росли еще быстрее, чем мы успевали к ним привыкнуть. И вроде бы зарабатывая деньги, мы уже говорили, ну хорошо, в магазинах нет продуктов, но давай мы уже пойдем на рынок и купим там то, что мы хотим купить. И у нас в голове был некоторый образ, сколько это всегда стоило. Ну там 5 рублей куриц. Ну я не помню, 5 рублей, 7 рублей, неважно. Во всяком случае у нас в голове этот образ, мы как-то мирились с этой суммой, понимали, что мы сейчас заплатим за эту курицу, и то же самое за картошку, например, которая всегда стоила 10 копеек килограмм. Нет, это в магазине, на рынке она была за рубль и 3 кг. На рынке картошка была за рубль и 3 кг. Ну, короче говоря, не помню уже сейчас этих цен, но факт тот, что мы едем на рынок, и если вчера эта курица была 5 рублей килограмм, то сегодня это уже 15 рублей килограмм. И мы уезжаем, потому что мы мозгами не можем как-то вот встроиться в эту новую, не то что даже как-то денег нет, но как-то несуразность какая-то, ну не может она стоить три раза дороже, вот просто того, к чему ожидать. Мы уезжаем, проходит сколько-то дней, а еды-то нет как нет. Я говорю, слушай, ну так уже 15, мы едем 15, а она уже 25, понимаете? То есть мы все время опаздывали вот за ростом цен. Или, например, еды никакой не было, а у нас рядом с домом был кооперативный магазин. Там открылись уже кооперативные магазины, колбасы. И там всегда было так все дорого, что никто туда не заходил, они были пустые всегда. Но вот тут уже, поскольку продуктов нету, а все-таки кушать что-то нужно, туда привозили, по-моему, 8 рублей килограмм. Тогда это были сумасшедшие цены за сырокопченую колбасу. И стоит хвост, люди все хотят купить. На вход в магазин? На вход в магазин стоит чудовищная очередь, и все хотят вот эту колбасу за 8 рублей килограмм. А нас трое, а дают там сколько-то этих сырокопченых палок в одни руки. Две палки в руки. Вот. И мы стоим сначала, мы стоим на улице на морозе, дыма было, а потом нас запускают уже в магазин, и оказывается, что в магазине там стоит две очереди. И, значит, я становлюсь в одну очередь, Михаил становится в другую очередь, а наша дочка переходит из одной очереди в другую. И получилось такие выражения, поскольку очередь не синхронизирована во времени, что мы взяли на себя положенные две палки, а на дочку взяли гораздо больше. То есть она взяла и в одну очередь, и в другую очередь. И мы питались вот этой сырокопченой колбасой картошкой. Она была такая гордая. Она была гордая, а у нас, кроме этой сырокопченой колбасы, еды никакой не было. То есть мы накупили этих палок, какое-то количество еды никакой не было. Еще была одна история. На улице Пушкинской есть кондитерский магазин, а конфет в то время... Он такой фирменный был, хороший. Фирменный, да, в центре. И конфет не было вообще, ну вообще еды не было. Заходишь в магазин, какие-то сухие публики лежат, и все. Значит, и мы поехали в этот магазин. Опять же, стоит чудовищная очередь на входную, чего там только нет в этом магазине. И пастила, и зефир, и шоколадные конфеты, и пряники тульские. Чего только нет, и хвост чудовищный стоит. Мы отстояли там часов пять втроем. Мы приехали на машине, в переулке где-то запарковались. Где-то поставили, все такие были крутые, на машине ездили. А машина откуда взялась, вот тоже отдельно. Отдельно. Вот. И отстояли часов пять. И когда ты уже стоишь, и уже вот это пять часов заканчивается, это естественно, ты не ешь, не пьешь, все это время стоишь вот в этой очереди, у тебя уже поднимается в душе такое чувство, что тебе нужно скупить сразу все, чтобы больше уже сюда не приезжать. Ну, хотя бы в возрывом будущем. Поэтому мы когда уже дорвались до прилавка, то мы уже скупили все, что могли, вот на всю сумму. Рублей на сто. Рублей на сто. По тем временам, это были не сегодняшние сто рублей, это были те сто рублей, когда зарплата была сто рублей, да? То есть это была месячная зарплата, которую мы потратили на кондитерские какие-то изделия. Для нас это было просто нонсенс какой-то. Как можно месячную зарплату потратить вот на сладости? Ну, мы там раздали, нам не нужно было тоже столько много, но во всяком случае, сам факт того, что мы пять часов отстояли в очереди и купили сладости на месячную зарплату, это было, в общем-то, серьезно. Подстоять пять часов и купить, как ты просто покупаешь, нельзя. Невозможно. Ты же не можешь каждый раз вот стоять пять часов вместо пятнадцати минут. Да, и кроме того, это все сладкие вещи, они могли храниться, пряники эти, все это могло лежать, ничего с этим не делалось. Но вот сам факт того, вот как мы жили. И уже, ну, с одной стороны, вот эта неприятная обстановка, с другой стороны, ощущение того, что надвигается какая-то буря, и что-то будет, да. И все разговоры о светлое будущее, я не верила в это вообще. А я верю? Ты верила всегда. Ты всегда верила в светлое будущее, я никогда не верила. Не знаю, такое у меня было внутреннее ощущение, что светлое будущее ожидать не приходится, что нужно только валить. Вот, и... А когда еще у тебя один за другим все друзья уезжают, и когда идут разговоры, ты уезжаешь не куда-то, а откуда, да, и ты каждую неделю из записной книжки вычеркиваешь, вычеркиваешь друзей, с которых ты знал с детства, да, и они все оказываются... Причем люди уезжали тогда не так, как сейчас. Сейчас они уезжают, на следующий день, мама, привет, скайпе, там, как дела, как доедел, все замечательно. Интернета нет, скайпа в памяти нет, телефонные разговоры очень дорогие, можно там три минуты поговорить, но это не удовольствие на каждый день. Люди уезжали навсегда. И когда уезжала моя сетра в 88-м году, мы прощались так, что мы больше никогда не увидимся. Вы себе представляете какое-то чувство. Ты расстаешься с людьми и с родителями, понимая, что ты больше никогда с ними не встретишься. И, конечно, это все сказывается, безусловно, на восприятии реальности, на том, что происходит, и на, опять же, возникает непредалимое желание это уже отвалить. Светочка, скажи, пожалуйста, вот мы буквально через несколько дней попадаем в 28-ю годовщину приезда в Соединенные Штаты. Вот 22 ноября, сегодня 17-е. 22 ноября будет 28-я годовщина, какая-то некруглая дата. Ну что, мы уехали в круглую зато. Подожди, мы уехали, когда было 15 лет нашей свадьбы, но все-таки вот сегодня, 28 лет прошло. И мы вдруг начали снимать вот этот сюжет о том, как это тогда было. И у нас большие планы, на самом деле, я пока не разглашаю, но у нас большие планы по этой части. Какое место вообще, какую роль в нашей жизни и нынешней, спустя столько много лет, играют вот эти воспоминания, они нам зачем-то нужны, они приходят на память. Почему у нас так живо это все? Что такое? Ты знаешь, что, вот когда ты окунаешься в воспоминаниях, ну, во-первых, от того, что люди нашего возраста и старше, они помнят то, что было давно, как будто это было вчера, а то, что было вчера, не помнят совсем. Но мы еще, наверное, не дошли до такого пара. Но тем не менее, когда начинаешь вспоминать, вот недавно совершенно мы встречались с друзьями, все начали вспоминать свою отъездную историю, она очень живо встает в память. И сегодня мы смотрим на это с улыбкой, хотя там были очень, в общем-то, серьезные вещи, и переживания, и эмоции, и все что угодно. Мы смотрим на это с улыбкой. И, понимаешь, любая история, она цена сама по себе, как опыт и как история. И сказать, что есть у нее какая-то общечеловеческая ценность, я не знаю. И есть ли какая-то ценность для Иванова, Петрова, Сидорова, я тоже не знаю. Но, безусловно, это ценность нашей семьи. Это наша семья, это наш опыт. У нас растут внучки, у нас когда-нибудь появятся правнучки, и они должны знать, откуда они, понимаете? Это семейные корни, откуда они взялись вообще, и как они живут. Я не об этом. Ты говоришь про то, чтобы что-то документировать. Вот я написал книжку, и они когда-то вырастут, смогут, если смогут по-русски читать, они прочтут. Но я сейчас и строгом говорю, в нашем сознании, вот оно где-то там глубоко сидит, и вдруг иногда вылезает, или это постоянно присутствует? Нет, оно не постоянно присутствует, абсолютно. Мы живем совершенно в реальном мире, и мы абсолютно счастливы. Меня очень часто на стримах спрашивают, были ли вот вы приехали, были ли у вас моменты, когда вы хотели вернуться обратно. Да, Боже, упаси. Никогда. Никогда не было таких моментов. Мы каждый раз приехали, голые и босые, у нас плечами 420 долларов на троих. И денег хватает только оплатить за квартиру. Питаемся мы на какие-то фудстемпы. На улице подбираем какие-то первые телевизоры, и ходим, подбираем, и говорим, вау, вот это да, цветной телевизор стоит на улице. Понимаете? То есть никогда даже ничего не было, чтобы вернуться. Даже не о чем говорить. Это все сегодня воспоминания. Сегодня мы, конечно, знаете, как все прошлое, как молодость, оно окрашено лирическими такими красками, и оно все очень симпатично смотрится. Не воспринимается как трагично. Оно не воспринимается как трагично. И, наверное, так устроена просто человеческая психика, что молодость, да, какие-то действия ты предпринимаешь, оно немножечко, конечно, с годами сглаживается. Но в целом, наверное, может быть, эта информация представляет ценность для других людей тоже. Может быть, те, которые проходили вот через подобные вещи, они скажут, да, и у меня так же было. Потому что мы не были не одиноки. Это был опыт целого поколения. У нас на канале вдруг в ответ на мои эти там несколько сюжетов люди, которые уезжали примерно в наше время. Да, ровесили. И в Израиль, и в Соединенные Штаты, и в Канаду. Вдруг они, знаешь, у них откликнулось. Откликнулось, да. Потому что у нас с нюансами кто-то летел через Италию, кто-то напрямую, кто-то так, кто-то родственников. Да нет. Но у каждого своя история эмиграции, она есть. И у каждого это своя память. И, конечно, это значительный кусок этой памяти. А поскольку оно было окрашено эмоциями, очень яркими, конечно, этого не выбросить. Но сказать, что это наша каждодневная боль, этого нельзя сказать. Нет. Давайте вернемся еще раз туда, на 28-30 лет назад. И вот такой аспект. Может быть, ты как-то от себя скажешь пару слов. Это было время, когда люди каждую неделю мы кого-то вычеркивали из телефонных книжек. Такие бумажные, такие были большие книжки. Мы кого-то вычеркивали. Еще довольно тоскливо было вычеркивать людей. Мы ходили, если не раз в неделю, то раз в месяц точно мы ходили на какие-то проводы. И у всех, кому кто-то уезжал, какие-то письма писались. Письма зачитывали. Письма зачитывали. Вот расскажи что-нибудь об этом. Но это было целое событие, если кто-то звонил и говорил. Получалось так, на уровне эмоций. Представьте себе, идут встроенные ряды друзей, с которыми мы выросли. И вдруг из этих встроенных рядов эти друзья начинают выпадать, остаются как бы пустые места. Люди продолжают идти из жизни. Продолжаются. И на их место становятся их родственники. И все эти колонны точно так же идут. Там уже первый уровень родственников, второй уровень родственников, третий уровень родственников. То есть все эти колонны продолжают идти, но вместо одних людей их место заменяет их родственники. И уже начинаешь дружить с этими родственниками, общаться, и родственники получают какую-то информацию, какие-то письма. Начинают звонить и говорить, приезжайте к нам, мы будем читать письма, получили их. И у всех эта дырка, которую надо заполнить. То есть мы заполняем ими, а они заполняют нами. Да, на самом деле, причем уже даже здесь в Америке, когда уже все эти родственники приехали, и все, уже здесь мы даже не поддерживаем особо отношения. Но там это были довольно тесные отношения, потому что все были объединены одной идеей отъезда. И это было как бы, а как у тебя дела? А куда нужно пойти? Это же вопрос был информации. Сегодня пошел на интернет или обратился к нам. И все тебе на тарелочке с голубой каемочкой. А тогда не было у кого спросить. Но только свои, только свои, только те, которые уезжают, которые собираются. Поэтому это было такое братство отъезжающих. И эти ряды были довольно-таки плотными. И, в общем, информация среди них передавалась из уст в уставе. А какого плана информация была в письмах? Вот, что все сидели, слушали эти письма, зачитывались, перечитывались до дыр. И что там в них было? Я помню, вот от Розы были письма. Там она рассказывала, как она на работу устраивалась, там, как они живут в Питтсбурге, что-то такое. Но у меня же сестра уже потом уехала, да? И я помню, что она нам даже посылки присылала вообще это все. Для нас это было все какой-то нереальный мир. То есть, например, первые пакетики вот эти вот, которые здесь в магазинах раздавали долгое время бесплатно совершенно, из тонкой-тонкой вот такой вот пленочки, которые можно было бросить, они мерячно, как парашют, опускались. Для нас это все было новинкой, у нас таких не было. И мы брали это в руки, все вот так вот бросали их и смотрели вообще на это, как на какое-то чудо. А фотографии, которые они присылали, где они сидят в красивых креслах, где светит свет из окна, где красивые окна. Ну, опять, по нашей действительности, это все было запредельно, потому что мы никогда никуда не выезжали. Собственно, кроме вот Киева и Москвы, других квартир-то и не видели особо. Ну, кроме заключения, там, квартир друзей, которые были такие же точно. Это была, наверное, запредельная жизнь. Мы мало чего о ней знали, не то, что сейчас. Сейчас уже знаешь вообще, какие работы, какие профессии, сколько платят, где жить, где селиться, где хорошая школа, где плохие. Мы ничего этого не знали, мы ехали в никуда. Единственное, что моя сестра мне написала, говорит, не бойтесь, вы здесь не пропадете. Вот это вот слова, которые я хочу адресовать нашим зрителям. Когда есть сомнения какие-то, а смогу ли я, получится ли у меня. Вот пропасть вы здесь не пропадете, это 100%. Здесь еще никто не пропадал. Такое место просто. Я вспоминаю письма твоей мамы. Она не столько литератор, хотя потом она исправила и написала целую книжку, но письма ее были полны технической информации о том, по какой цене гречка, по какой цене это, по какой цене то. Это очень тяжело. Они нам это все расписывали. Они нам расписывали, и, в общем, я понимаю, что им было там тяжело, просто финансово очень тяжело, потому что они жили в Риме. Понимаете, самый большой расход – это расход на жилье. И тех пособий, которые им давали, хватало только-только заплатить за гостиницу, и не оставалось практически денег на еду. А поскольку они улетели стремительно, они не купили ничего такого, чего можно было продать или что-то такое. И, в общем, у них было вовремя, не было денег. Но это тоже отдельная история. Мы еще, на самом деле, вытащим кого-то на разговор, кто расскажет там про Италию и про Вену. Да, расскажут люди. У нас есть знакомые, которые в Израиль уехали, тоже у них своя история. Они как бы дважды инитрировали. У нас есть очень много знакомых, которые сначала уехали в Израиль, пожили там какое-то время, причем значительное время реализовались там, а потом поняли, что они там не хотят жить, и все-таки у них сложились... У нас есть знакомые, которые уезжали в Израиль, оттуда в Канаду, а из Канады уже в Америку, и такие тоже были. Я хочу сказать, что на фоне вот этих вот многократных эмиграций, конечно, наша эмиграция, это вообще не о чем говорить, писал Кейк. Потому что эмиграция вообще это тяжело. Это тяжело. А что тяжело все это? Это тяжело эмоционально, это тяжело физически. Ты едешь в неизвестность, ты не знаешь, как сложится. Оно складывается, но это тяжело, это эмоционально... То есть, скажем так, это большой стресс. Даже сейчас, когда во многих отношениях легче, чем было, то есть, когда ты уже знаешь, куда едешь, кому едешь, когда ты знаешь про работу, когда ты можешь... Нормально английский получить. В любом случае, это требует концентрации всех внутренних сил организма, это требует очень большой собранности, это требует очень целеустремленности большой, понимания, чего ты хочешь. Это все непросто. Дело в том, что люди по природе, вообще мы как генетически, как живые любые существа, предрасположены в том, что ничего не делается, отдыхается. Вот посмотрите на собаку. У нас долгое годы жила собака. Она покушала, она легла, переварила пищу, она немножко побегала чуть-чуть, потом она снова прилегла. Ей не нужно напрягаться и что-то такое делать. Те собаки или те волки, которые живут в лесу, их жизнь заставляет поджимать хвост и бежать за едой, и добывать ее себе. А те, которые живут в домах, как питомцы, им не нужно напрягаться. Чего ты клонишь? Я клоню к тому, что точно так же и человек, если над ним не капает, и у него все нормально, чего ему напрягаться? Эмиграция – это серьезное напряжение. А эмиграция – это жизнь в лесу. Да, это серьезное напряжение всех ресурсов, всех рецепторов, всех систем нервных. Потому что нужно пробиться. Вот ты пришел, ты никто и ничто. И тебе нужно куда-то пробиться и чего-то добиться. И это тяжело. Сынчик, я тебе хочу сказать, что в эмиграции есть люди, которые живут не как в лесу, а буквально как питомцы. То есть вот они там из социальных всяких программ. Это кажется со стороны, что они живут на социальных программах и как сыр в масле. Но дело в том, что эти программы еще получить надо. Для того, чтобы их получить, это тоже такой стресс. Это мало не покажется. Это не то, что ты левой ногой пошевелил, и у тебя с неба упало. Нет, ничего не падает. Для того, чтобы получить эти социальные программы, нужно заполнить на иезуитском языке, не на английском, на иезуитском языке, кучу документов, точно понимать, чего ты хочешь, точно понимать, как это заполнить, иначе тебе не дадут. А когда тебе уже дали, ты тогда уже можешь... Это разовый стресс, то, что ты сказала. Разовый, но продолжительный, потому что это все не случается одномоментно. Это, в общем, требует какого-то времени, ты ходишь по этим инстанциям. И вообще лучше государства дело не иметь. Ничего хорошего там нет. Ну что же, Света, хорошо. Значит, мы тогда закрываем страничку с получением как бы необходимых документов на выезд из СССР и статусы беженца. И так потихонечку двигаемся дальше. Попрощались со зрителями и пошли дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова